С вами Антон Чалей и Виталий Кличко. В недалеком прошлом боксер-профессионал, заслуживший много титулов и разных наград. Но большую известность в интернете он приобрел благодаря своей карьере в украинском правительстве. Он добился больших успехов и заручился поддержкой людей. Виталий, как вам это удалось? Будь проще и говори на понятном языке, на понятном для людей языке. Спасибо, Виталий. Также он несет в политику мысли народа. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Это просто гениально. А еще Виталий скрывает, что он является оккультистом и умеет вызывать духов. Не верите? Смотрите сами. Чего обратить внимание всех? Призываю. Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос. Главное для Виталия – это работа. Остальное вообще не важно. Я не ходил, с кабинета не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет. Кабинет для меня не важен. Я готов работать. Главное, чтобы эта работа была эффективная. Виталий Кличко – великий человек, и именно поэтому я решил сделать следующую зарисовку. У меня есть целая колода карт. На обычных картах есть лица. На них нарисованы разные значения, но две карты сбоку выделяются. Это Виталий и серое вещество. Сама суть моей гипотезы, что он, несомненно, хороший спортсмен, но с здравым смыслом он полностью несовместим. Если перевернуть одну карту, взять Виталия и перенести его куда-нибудь, то вместо него будут уже мозги, а в руках наш спортсмен. Так можно повторять очень-очень долго. Там, где есть Кличко, никогда просто не будет мозгов, а там, где есть мозги, никогда не будет Кличко. Две карты Кличко и здравый смысл всегда будут меняться местами и отталкиваться друг от друга. Именно поэтому Виталию сложно стать хорошим политиком. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, там очень много их. А тут вы можете подписаться на канал и не пропускать новые видео. Всем пока!